здравствуйте уважаемые читатели и зрители канала сады и цветы предлагаю вам пройтись по моему саду в начале августа и посмотреть что сейчас цветет нужно сразу сказать что у нас стоит засуха посмотрите листья флоксов наверное придется скоро их обрезать под корень не знаю выдержат ли они до понедельника поливать все конечно возможности нет удивительное зонтичное растение жабрица комединосная нужно будет попробовать посеять ее семена подмосковье выживет или нет и дают седьмую зону но я знаю растение которым тоже давали зимую зону и они прекрасно зимовали в подмосковье может и она будет зимовать тем более что кое-какие жабрицы в московском регионе зимуют интересно она вот такими соцветиями очень геометричными и сизой листвой а это еще одно интересное зонтичное растение горчатонка листная тоже вот только-только зацвела на до этого украшала сад красивый резной листвой отцветает изящный вербейник эфемеру а рядом зацветает белая кровохлебка канадская в отличие от белого сорта кровохлебки тонколистной она всегда стоит как стойка оловянный солдатик и никогда не заваливается а вот кровохлебка тонколистная всегда лежит на соседях кровохлебка black thunder тоже очень устойчивая никогда не заваливается на соседей хотя высотой она под 2 метра кровохлебка pink brushes не очень толстенькие гусеницы я их называю розовых цветов они длинные действительно очень толстые плотно набиты ложится она по тяжести их на соседей но меня это в принципе устраивает потому что я и посадил я с этим расчетом с достаточно крепкими соседними растениями засуха конечно ужасная это можно увидеть даже по злакам вот например засыхает пенесетум переста щитинек лесохвостный а рядом засохшие как они хлоя жаль что поделать я сока остро тоже наполовину коричневого на флокса страшно смотреть хотя некоторые более-менее себя чувствует вот например флоксы orange дюстовую и present feelings некоторые многолетники чувствуют себя в такой жаре и сухости вполне вольготно вот например зопник самоский его родина острых самос в греции он привык там к таким условиям коровякшие альбум тоже чувствует себя прекрасно в подобных условиях также замечательно чувствует себя душевик котовниковый он уже месяц как цветет и будет свести до самых заморозков буквально до декабря это очень ценное растение поздно цветущие привлекающие в сад пчел цветут горцы это горец изменчивый раз я розовая форма нравится мне тем что он высокий и при этом совершенно не заваливается есть множество сортов которые любят различиться этот стоит это горец дикий флокус у него такие толстоватенькие соцветия красновато-пурпурные он из тех что разваливается поэтому в июне я всегда его обрезали под корень чтобы он отрос заново и при этом был не таким высоким и более компактным чтобы он не так сильно разваливался эхинацея в компании горца стеблеобъемлющего summer dance вот такой он розовато-красный а рядом засыхает к сожалению деление трехлистным вот такой вот у нас летом обрезанное после цветения ансония тоже выдал сейчас компактный куст который не разваливается невысокий а рядом цветет роза зоик селекции доминика массада французская роза в принципе у роз пошла вторая волна полтикодон широк колокольчик а здесь александр роз и киу-гарденс в моем зеленом уголке с агастахи алабастер картензии медельчатый лаймлайт и мискантусом грацилимус прекрасно вписывается в этот зеленый уголок и огромный подсолнечный кавалисный который зацветет только в конце октября а сейчас украшается от двухметровыми даже двух с половиной метровыми уже побегами вот с такими действительно ниспадающими водопадами длинных узких листьев гортензия на удивление держится без полива никаких тебе подсохших листьев это меня действительно удивляет гортензия butterfly чувствует себя чуть похуже чем гортензия лаймлайт видно что листики немножко сладкая парочка моего древесного уголка дерен белый ликантисима с бело-пестрой листвой и бузина черная black lace с практически черной листвой весной я рассказывал про удивительные саплодия клематиса вина и вот сейчас могу их показать это такие бронзоватые не распушившиеся а это уже пушистики правда красивая снова проход по рудбеки мы там золотистая рудбеки блестящая и тоже не хватает воды держится пока здесь в компании лобилии синий рудбеки почти войлочная эндри эллерс золотистыми очень тонкими лепестками и еще одна рудбеки рудбеки большая восхитительная листва как по цвету так по форме и конечно очень фактурное соцветие зацвел плоскоголосник широколистный у него действительно очень красивые крупные плоские колоски интересный цвет желтовато зеленый листвы а это его варигатный сорт с белыми головатыми колосками называется он ривером из первыми телками из канцуса каскада всегда появляется в августе делением рубин сверг один из самых невысоких наверное сантиметров 50 высотой при этом красивых очень красных гелениумов а это самосевный флокс который появился у меня неоткуда сам по себе мелкоцветковый даже двух сантиметров нет диаметра цветка очень мне нравится плотное соцветие цветет долго яркий глазок и светло-розовые лепестки рядом уже практически отсвела постельба китайская фурпурланца долго еще будет цвести гаора ленгеймера только-только начала цвести патринью а это еще один замечательный совершенно очень изящный горец стеблеобъемлющий альба белая форма которая никогда не ложится на соседей прекрасно стоит я уже рассказывал в статье но покажу сейчас и в видео удивительную рядом зацвел нецветущий флокс pleasant feelings у него вот такие зеленые веники но видимо жаркое лето засуха и стресс заставили такие его заложить бутоны вот мы видим белые бутоны и даже раскрывшиеся цветки это конечно что то с чем готовится цвести клапагон джеймс комптон достаточно высокий сорт как раз подходит моему небольшому саду рядом уже зацвел достаточно рано видимо из-за жары клинать борщевика листы кота азур а это патринья однотычинковая исключительно красоты растения на фоне пасконника ризеншер хостел blue angel точнее то что от нее осталось конечно уже не блю и совсем не angel керенгишома тоже подвяло на шлемник чувствует себя прекрасно продолжает свести астро гибридная twilight цвела на в конце июля а это phlox redivirus который держится из последних сил оказывается помимо синего мордовника top low blue который стерильно у меня есть еще остался еще и белый сорт он назывался арктик что-то по-моему тоже стерильный по крайней мере самосева я не видел а рядом цветет и чувствует себя вполне замечательно посмотрите на листья phlox селекция отбора пита удальфа называется он лихтшпиль назвал его на вот так за удивительную игру цвета он может быть розовым может быть лилом может быть бледно-голубым в общем все оттенки перламутра а в целом сад сейчас выглядит так спасибо за внимание и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok